Я очень хочу сделать паузу в отношениях наших. Ситуация произошла, о которой я не хочу тебе говорить. Я знаю, что только переехала с Украины, я переезжаю в Питер. И что? И что, и что? Всем большой привет, мои дорогие. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Под последним пранком над Андреем большое количество людей писали, что якобы ты не ценишь отношения, он реально сможет с тобой расстаться, у него скоро лопнет терпение. Я хочу сказать, что я действительно ценю наши отношения, и Андрей человек понимающий. Он понимает, что это мой вид деятельности, и я должна снимать пранки, если они вам нравятся. Но сегодня я решила подготовить для вас кое-что более интересное. И так как пранков давно не было на моём канале, сегодня я решила опять пранкануть Андрея. Надеюсь, что у меня получится. Мы реально с Андреем договариваемся, каждый пранк, типа, всё, больше не снимаем. Это был последний раз, это был последний раз. Его задеть, но не так сильно и не настолько жёстко, как это было в те разы. Я всё-таки его очень люблю и ужасно не хочу его потерять. Но сегодня я хочу сообщить ему новость, которая ему точно не понравится. То есть пранкануть его тем, что я хочу сделать паузу в наших отношениях. Не расстаться навсегда. А то, что у меня какие-то мысли, что-то произошло в семье, что-то мне не нравится. Я что-то узнала, и мне просто хочется побыть одной. Естественно, у него в голове возникнет вопрос, типа, у нас сильное доверие друг к другу. И почему я ему об этом сразу не рассказала? На что я ему отвечу, что всё, я ему говорю сразу. И эта идея пришла мне совсем недавно. Надеюсь, что в этот раз у меня всё получится. И искренне хочу, чтобы он так сильно, как в прошлые разы, не обижался. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать, потому что я очень часто провожу премьеры. Также не забывайте про мой инстаграм, потому что туда я выкладываю очень крутые фотографии. И там у меня проходит конкурс на 50 тысяч рублей. И до миллиона подписчиков осталось совсем немного, поэтому, пожалуйста, помогите мне по ссылке в описании. Подписывайтесь, я уверена, что вы уж точно не пожалеете. Ну а сейчас Андрей должен ко мне уже совсем скоро приехать. Мне нужно его дождаться, поставить камеру. И мы начнём уже его пранковать. Надеюсь, что у меня всё получится. Давайте же мы с вами сейчас переместимся туда, куда я хочу, собственно, поставить камеру. Сейчас я быстренько включу свет, чтобы вам было удобнее смотреть, чтобы не было вот таких отвратительных засветов. Камеру я хочу поставить куда-нибудь вот сюда, так как она у меня тут постоянно стоит на зарядке. Я вам об этом говорю практически в каждом пранке. Немножечко отодвину стул, если Андрей вдруг захочет пересесть на кресло. Осталось тогда только дождаться Андрея. И, в принципе, мы начнём этот пранк. Фух, я немного волнуюсь, потому что пранки я не снимала совсем вообще практически давно на свой канал. Поэтому я думаю, что мы можем начинать. Дождаемся Андрея. Камера останется здесь. Мы можем начинать. Поехали. Ну чё, как дела? Нормально. Здесь там холодно. Холодно? М-м. Я в футболочке рисовал сегодня. У тебя моя кофта осталась, так ты можешь взять. Какая твоя кофта? Кофта твоя осталась у меня. Можешь её добавить. Ты сказала, у тебя осталась моя кофта. Светик. Снималась как-то? Нет, Андрюш, можно поговорить с тобой? Сразу? Да. Давай. У нас, во-первых, какие планы на сегодня? Я хотел в кино съездить, потому что там фильмы, что с Карди Би, вот этот прикольный. Стриптизёр, что называется. Кто что, тренер, мы смотрим? Можно, давай поговорим, ты мне покажешь потом, Андрюш. Все, пожалуйста. Говори, говори, ну. Короче, у меня в семье, короче, начались проблемы. М-м. Моментов, о которых я тебе до сих пор не рассказываю. Слышишь? Да, да. И я очень хочу сделать паузу в отношениях наших. Ну, просто передохнуть. Не расстаёмся, ничего. Просто, ну, перестать немножечко видиться. Ты типа просто одна хочешь? Я хочу побыть одна и... Ну, ты знаешь, тебе со мной будет проще. Я не знаю, я просто хочу быть одним. Не знаю почему, но просто дыхья проблем. Моментов, о которых я не хочу никому говорить. У тебя нельзя замыкаться, Карин, в себе. Ну, я просто... Что опять случилось? Ну, ничего, просто... Это я не забыл. Кто опять придёшь? Иди. Ну, ничего, Андрюш, ну, не хочу. Просто, ну, не хочу я от этой всей коферни. Какой? Отношений пока что я от них устала очень сильно. Я не говорю, что нам надо расстаться, просто... Тебе устала конкретно конкретно от отношений или... Конкретно от рутины вот этой повседневной, которая у нас происходит, от которой я реально уже задолбалась. Ну, просто я поняла, что нужно, ну, хотя бы, ну, недельку, две передохнуть. Ты в курсе, что ты мне позвонишь, контакт, скажешь, а на реплиры? Не буду я тебе звонить, Андрюш. Просто ты обиделась? Нет. А что суть? Ну, просто, ну, в семье. Ну, не хочу я больше отношений, и все. Я устала. На недельку, да? На недельку, на две передохнуть. А если я потом не захочу? А что за реакция у тебя? Я извиняюсь, конечно. Ну, а что ты какой-то хрень еще живешь? Я просто устала, я говорю, у меня серьезные проблемы, я не хочу сейчас... Какие у тебя серьезные? Иди сюда. Две недельки, ну, не трогай, нет, я хочу. Время подумать не нужно. Я думала сегодня, вчера, позавчера. Ситуация произошла... Вчера-позавчера, Каля, ты была веселая. Нет, ситуация произошла, о которой я не хочу тебе говорить. Какая? Не скажу, но она не очень хорошая. И она не связана с тем, что может разрушить наши отношения. Это конкретно вот в моей семье. И... У родителей? Да, я не хочу видеться, я очень устала в ней, вот это вот все просто, ну, не нужно. Как связано то, что ты устала, Карина, от отношений, и, типа, твоя семья? Твоя семья меня любит, и... Я просто хочу показать, вот сейчас лучше будет вот в семье. Правда. Да? Да. Я не могу, но правда. Я не знаю, что делать, но... Я не говорю, что нашим отношениям пришел конец, но просто... Я понимаю, Хариша. Ты хочешь, короче, повременить, но представляешь, вот... Можно я тебе объясню решать, пожалуйста? А, представь... Такую... Ситуацию, вот, как, знаешь, в фильмах бывает. То, что, типа, человек один хочет повременить, типа, такое, знаешь... Это обычно происходит... К примеру, вот, знаешь, типа, ты такой, бабушка тебе звонит, и ты такая, типа, нет, нет, я занята, там, я с друзьями, типа, да все, не звонит. Ну? А потом хренак, типа, бабушка умирает, и ты просто начинаешь жалеть о том, что ты вот в тот момент с ней не посидел. Чему ты клонишь? Потому что... Я, знаешь, почему папа сегодня приехал? У меня тоже, Карин, был разговор с семьей. И я, конечно, только переехал, а сколько, я переезжаю в Питер. Потому что папа теперь работает там, и мама будет с ним. Чего? Ну, типа, меня не оставляют, я уже нашел фериал универсиум, мы сегодня все утро искали, и я переезжаю в Питер. А раньше ты почему не ела? Ну, потому что я сегодня утром об этом узнал. И вот я как раз думал, типа, как я буду, первое, Галина, о чем я подумал, это как я буду без тебя. Когда ты собираешься переезжать? Вообще, в октябре я должен. Нельзя не переезжать, ничего, что тебе 18 лет, ты можешь сейчас спокойно решить. Да нет, здесь квартира не останется. Я могу жить только с дедом, а с дедом я не буду жить. А в Питере, типа, есть квартира? В Питере купили, да. Не помню, не помню, что они сказали. Ну, типа, хата там есть, там, то ли папе дают, то ли там мама, что ли, с кем-то договорилась, типа, и мы просто перегубим у них вместо вот этой. И что делать, блядь? Не знаю. Я вот как раз, типа, Карина, единственное, о чем я думала, Тань, про то, как, ну, в общем, как, как, типа, без тебя я буду. И что делать, у меня слов нет. Я не знаю, что делать. Ну, это ты хотела паузу, вот, теперь твоя пауза. Я буду приезжать, наверное, иногда. Ты хочешь сказать, что нам придется расстаться? Ты веришь в отношения, в общем, на расстоянии? Нет. Я не хочу сказать, что нам придется расстаться. Может быть, я, типа, доучусь там хотя бы этот курс, как-то говорю родители, перееду сюда. То есть вообще они хотят всегда в Питер? Ну, лет, наверное, на пять, может, на три года. Я не знаю, там зависит от папы. Блядь, а почему то, что родители даже думают об этом, ты тоже только сегодня, что ли, узнал? Да. А я же не обижусь с ними особо. Они говорят, типа, нет, ты в Москве один не останешься. Типа, здесь ты можешь, конечно, один гулять, но мало ли что, мы хотя бы будем рядом. А там они в Питере, это реально далеко. Андрей, это не нормально же. Ну, естественно, у меня... Они не знают, что у тебя сейчас отношения? Может быть, ты, может быть, твоя семья меня может поддержать. Много, типа, друзей. Но если вдруг реально что-то, то я там, даже какие-то документы мне нужны будут, я никогда их жизни не найду. Никакие друзья не смогут приехать, отберить, там, образно говоря, мою квартиру, даже ты не сможешь. Не хочу я никакую паузу менять брать. Почему? Я просто снимала видео над тобой, пранк опять. А камера не танцует, да? Что? Что, блин? Такая, ты, блядь, по пранке шёл и я. Не понимаю. Ты опять на то же самое камеру, на то же самое место поставила. И что? И что, и что? А то, что я увидел её уже давно, и что, когда... Ты не переезжаешь никуда? Никогда зашёл, да. Не переезжаешь? Ты тупой? Блядь. Ты задолбался этим пранком. Я говорил, просил тебя не пранковать меня. Просил, Карин. Блядь, ты меня так напугал. Ты вообще тупой, что ли? Чё это я тупой? Блядь, я реально уже поверила в то, что ты переезжаешь. Ну, значит, я очень на жопу. Так что сейчас пройдёмте, мисс. Ну, хватит, ну, Андрей. Хей, ребяночки, с вами Анри Бэй, и мы ворвались с Кариня на канал. Я предлагаю твои живые эмоции сказать просто, Карин, на камеру. Ты ненормальный, это неадекватно же, ну просто. Ты же испугалась? Ребята, вы увидели, как она просто сидит так. Да, какой переезд? Вдыхает уже еле-еле. Какой переезд? Ты знаешь, как ты меня напугала? Железный дорожный. Я уже реально подумала, что ты реально переезжаешь, а ты? Обожаю, пранкерша моя блогерша. Капец, у меня просто нет слов. С вами была Карина Аркеля. Ребят, я, если честно, даже не знаю, как это можно комментировать. Мне реально вот не по себе. Это у меня впервые вот пла... Ребят, сколько раз, кто посчитает, мы передадим вам видео вред. Кто посчитает, сколько раз мы договорились друг с другом не пранковать друг друга. Это жёстко. Это жёсткий пранк. Ну ты меня так напугал, ну, Андрюш, ты не представляешь. Ну вот тебе, пожалуйста, ответочка на мой двойной пранк. Спалила камеру крыса? Вот и я спалил. Спасибо, конечно, за просмотр. Кстати, лайки. Наберём под этим видео 50 тысяч. Я реально... Я даже не знаю, как сейчас можно прощаться. Я попрощаюсь, ничего страшного. Не надо. Подожди, 50-то тебе это мало? Ну давайте на 1100 лайков попробуем набрать. 100 тысяч лайков. Вот здесь сейчас видите циферку, вот столько, чтобы было внизу. Всем большое спасибо. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, смотреть их первыми. Спасибо всем, всем пока. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok